Привет, друзья! Мы часто уделяем внимание фильтрации, производительности фильтра, фильтрующим материалам, но забываем о не менее важном моменте, тесно связанном с фильтрацией, о течении и циркуляции воды в аквариуме. О том, почему это важно и побеседуем, постараюсь очень коротко и без лишней воды. Не забудьте подписаться, если еще не подписаны, в описании полезной ссылке. Приятного просмотра! Течение – это один из важнейших аспектов здорового аквариума, обеспечивающих ряд функций. Во-первых, это перемешивание слоев воды, за счет которого выравнивается общая температура в аквариуме и улучшается газообмен, то есть выводится углекислый газ и происходит равномерное насыщение воды кислородом, что, естественно, благоприятно влияет на микрофлору. Бактерии-дентрификаторы, живущие в том числе в субстрате, обеспечиваются кислородом и их активность повышается, а различные патогенные бактерии, которые являются анаэробами, напротив угнетаются. Количество токсичных аммиака и нитритов снижается за счет биохимических процессов. Но важно правильно направить потоки, чтобы исключить образование застойных зон. Тут какой-то универсальный совет дать сложно, так как многое зависит от формы и размера аквариума, количество, типа декора, его расположение и т.д. Я обычно направляю поток из выходной трубки фильтра вверх, где много кислорода, затем поток вдоль задней стенки уходит вниз, где уже проходит по грунту. Таким образом обеспечивается наилучшая аэрация, не образовывается бактериальная пленка, мешающая газообмену, и создается нужная циркуляция воды и скорость течения, которая комфортна для моих обитателей. Ведь о их потребностях тоже забывать не стоит. Одним свойственно быстрое течение, другим практически стоячая вода. Неправильный выбор скорости потока может отразиться на их здоровье. Затруднить плавание, особенно рыбам с вуалевыми плавниками, усложнить процесс кормления, сделать невозможным процесс нереста. Согласитесь, петушку будет сложно построить гнездо из пузырьков, если его и самого петушка будет постоянно сносить течение. Аквариумным растениям течение тоже необходимо, в том числе для равномерного распределения питательных элементов. Слишком быстрое течение может привести к проблемам с водорослями. Например, при высоком содержании органики и течении, рост той же черной бороды ускоряется. Чем можно обеспечить циркуляцию воды? Конечно же, первое, что приходит на ум, и самое очевидное, это фильтр. Очень часто этого вполне хватает. Единственный минус большинства фильтров, и внутренних, и внешних, это то, что стандартное выходное отверстие дает очень направленный поток. То есть циркуляция получается не совсем равномерная. Некоторые фильтры обладают различными насадками, чтобы решить данную проблему. Еще выручают специальные трубки, про лилипайпы, наверное, все слышали, особенно любители растительных аквариумов. Их форма обеспечивает более широкий и равномерный поток. Да и смотрятся они интереснее стандартных трубок. В травниках это вообще то, что надо. Еще один вариант – это компрессор. Не только насыщает воду кислородом, но и перемешивает слои воды в аквариуме. Штука полезная, особенно в сочетании с потоком от фильтра. Но я, например, пользуюсь компрессором только в отсадниках. Либо при таких манипуляциях, как перевод новых рыб в аквариум. А вот в аквариумах с крупной рыбой считаю, что вещь необходимая. Есть и специализированные устройства, обеспечивающие стабильный и равномерный поток. Помпы течения. Их часто используют в морских аквариумах, но и в пресных они бывают полезны и удобны. Особенно, если очень много декора. И избежать застойных зон только с помощью потока от фильтра проблематично. Они бывают разных размеров, от очень компактных для наноаквариумов до достаточно производительных. Современные модели достаточно тихие, компактные, работают без вибраций, не нагреваются, безопасны и надежны. В общем, вариантов, обеспечивающих циркуляцию воды в аквариуме, сейчас достаточно. Задумывались ли вы о важности течения в аквариуме и каким устройством пользуетесь? Пишите в комментариях. Если видео было хоть немного полезным, ставьте лайк. Если ничего нового не узнали, то предлагаю в комментариях дополнить мой рассказ. Не забывайте про подписку на канал и группу ВК, где у нас постоянно проводятся розыгрыши полезных призов. И это видео не исключение. Все полезные ссылочки в описании. Увидимся совсем скоро!